самое утро приключения надо было выстраивать мостик мостик это конструкция которая будет поддерживать эту длинную поскольку у меня ступенька короткая мне надо было выстроить мостик я ему сейчас сказал что может быть его укоротить немного потому что немного согнутая получается но он говорит нормально сейчас под весом она по идее продавится вот так это все получилось как видите если честно по-прежнему мне не нравится эта история с этим мостом потому что эти части получается немного гнуться чувак сказал все нормально если все нормально то окей ладно как скажешь вот накидали мне еще все это 30 тысяч паундов все стартанул я наконец-то выехал ехать мне 1000 3100 17 миль сегодня суббота и доехать мне нужно среду загрузка моя где-то на 30 тысяч паундов не обязательно надо поехать взвеситься так как что-то подозрительно тяжело и на бит выглядит еще тяжелее чем на бумаге главное чтобы не было перевеса чтобы никаких проблем так как мне всю всю страну надо проехать поэтому надо убедиться в том что все в порядке и тогда уже спокойно со спокойной душой чтобы заезжать на все вейстейшены и так далее сейчас проезжаю маленький городок но довольно известный это город сакраменто где большая численность нашего русскоговорящего населения этот город также является вообще столицей калифорнии сейчас направляюсь в город рина еду по той же дороге что и ехал изначально сюда то есть по 80 возвращаться проезжать также солдат сети назад и скорее всего буду проезжать еще большой трак стоп айова 80 самый большой трак стоп друзья ну что я освежился все отлично поврелся как видите сейчас быстренько приготовлю себя покушать а что я буду кушать я хочу сделать себе омлет вот у меня есть такие яйца я их налил сейчас нарежу еще сюда лука помидорки можно туда нарезать и потом еще соуса залью короче будет нормально просто закидываем микроволновку на какое-то время кстати говоря в этой штуке сейчас расскажу сколько в ней по моему 24 для сколько а 18 больших яиц удобная штука чтобы как бы покупать сразу а так у меня еще еды достаточное количество здесь как видите еще есть йогурт и помидоры авокадо салат ягоды для вот еще брокколи остался вот сыр есть то есть все в принципе упаковано все нормально жить можно как так как как говорится жить как говорится хорошо а хорошо жить еще лучше ребята всем доброе утро еду сейчас по небраски выглядит она примерно так на сегодня хотел поговорить и рассказать вам немного о причинах почему я не рекомендую ехать в калифорнию почему оттуда сейчас многие жители просто уезжают прошлом году более 300 300 тысяч человек просто эмигрировали в другой штат не желая жить дальше в калифорнии ты можешь конечно и дальше рассказывать нам сказки нас этим не взять присаживайтесь поудобнее сейчас попробую ответить на этот вопрос первую очередь это плохие условия для ведения бизнеса сейчас попробую объяснить то есть во первых налоги очень-очень-очень большие что касается бизнеса само открытие помещения тоже очень дорогостоящее по факту рентабельность которая остается она такая же точно как и везде то есть приведу пример вы можете открыть два автосервиса один в калифорнии второй в майор где-нибудь во флориде и эти два автосервиса по вложениям будут стоить абсолютно разных денег а по отдачи примерно таких же 13 процентов подоходный налог плюс еще налог от штата покупка жилья ну как и все в принципе здесь вообще в мире да все хотят как-то обжиться и купить свое жилье и что касается жилья то покупка жилья в калифорнии она уже настолько сильно поднялось цене что ну уже как бы просто некуда ну то есть ну образно домик можно купить в среднем у америке там 150 200 тысяч калифорнии такой же домик будет стоить минимум там 800 ну сами понимаете да куда цены выросли и это просто за локацию можно хороший домик там северной каролине например купить там за 250 300 тысяч вообще просто идеальный поэтому выбирать конечно же вам ну а я свою очередь принял решение что я буду довольно часто ездить туда отдыхать смотреть наслаждаться этим штатом смотреть найти каньоны и все остальное но я лучше буду жить где-то в другом штате так как я хочу смотреть в долг принципе все готово к тому чтобы просто брать и ехать дальше в туалет сходил забежал еды купил получается ушло на все про все очень много времени целых 17 минут кстати для тех кто может быть заметил то что я в сильно в белых кроссовках я в них обычно не работаю я просто в них выхожу на трак стопе где-то потому что довольно чисто когда трак стоп чистый я считаю что в принципе иногда можно порадовать всех нормальным приятным видом они видом какого-то печа коими частенько водители могут являться так как не моются долгое время там но и так далее ну я понимаю что иногда действительно можно такое бывает что работа прет и в душ не можешь сходить там не знает целых датчатом говорит неделю бывает от ним не можешь сходить душ реально не успеваешь нет времени но что касается просто внешнего вида то есть но все равно можно всегда там себя тоже там постираться еще что-то там по крайней мере менять футболку еще как-то ну и вот я одеваю кроссовки мне так приятно сегодня вечером доедем огромного этого самого большого в мире трак стопа а его 80 я собирался там прикупить все колпачки на колеса а и вообще вам показать еще раз может быть кто не видел что это действительно очень огромный красивый трак стоп ну что друзья я доехал до самого большого трак стопа в мире я просто хреново туча кстати говоря я даже не помню сколько здесь траков на будет загуглить ребят напишите в комментариях я знаю что тут сто процентов более 1000 метр вот он здоровый тут внутри трак стоит также на территории есть и мойки заправки музей и так далее и того подобное заходим вау смотрите в сиденье можно выбрать себе какое-то удобное тоже хорошая блин вообще вот ровно и вот это мне нравится вот это очень удобно она короткая коротковат такие где-то по 1000 продаются смотрите фред лайнер здесь стоит прямо полностью с прицепом заехал и остановился здесь внутри короче здесь куча всякого стопа можно прикупить все что угодно для своего трака кстати говоря вот эта штука 62 доллара надо подумать куча подсветок куча всяких хромяшек потому что все тракисты любые они любят вот эту всю вот эту историю смотрите сколько здесь всякой вся чем выбора просто миллион вот и фары а здесь стояли два трака но их убрали почему-то вот здесь это не стояли два огромных мне нужны толпаки принял решение взять вот такой форм-фактор он же по более металлический что это не по 99 центов я взял их 24 штуки нужно их всего 20 но четыре штуки на прозапас и решил еще взять центральную часть на выбор есть конусообразного есть два передних это вид сто процентов изменит вот такие готовые крышки которые сразу можно просто одеть и она уже сразу будет и с болтами и сама крышка но как мне сказали что с неё когда ты одеваешь у тебя не будет видно лика если вдруг будет ли какой-то вот смотрите вот колесо и здесь нужно будет смотреть все время все время нужно проверять на этот этот колпачок чтобы на нем не было потеков и если ты установишь большой колпак он будет вот на всю эту кастрюлю соответственно ты не будешь видеть здесь лика если ты поставишь отдельно тут крышку как я купил то вот здесь вот лик этот будет заметно поэтому честно говоря я хотел сразу убить двух зайцев взять вот такие вот штуки но как видите сделал вот так и хорошо что мне как раз посоветовал мой босс ребята всем доброе утро смотрите какие здесь на выбор есть траки выезжая из этого большого тракста по айова зацепил себе офигенный нихуё короче себе кофе айова зацепил себе очень крутого лата и сейчас стартую время есть честно даже не хочется вспоминать за что-то я немного простыл вот не могу уже вторую неделю прийти в себя нормально и из-за этого мне сплю дофига читает морозит меня там так далее из-за этого короче есть проблема небольшая вот такая трудная трудность как бы небольшая по идее сегодня мне надо проехать черт знает сколько но я столько не проеду я проеду немного меньше значительно вот и я не успеваю на завтрашнюю загрузку как я и говорил ну то есть разгрузку и по идее завтрашний день я проведу точно также в дороге поэтому уже если я опаздываю на целый день то тогда нет смысла вообще сильно напрягать себя и так далее заехал на рестерею посмотрите обратите внимание какие траки стоят бред лайнер что-то нас кенворд опять фрид лайнер еще они нас сидит интер интерстейлер или как он там кенворд сейчас очень много кенвордом развелось потому что в принципе при фрид лайнер купить вообще невозможно так как заводы сейчас из-за к вида остановились и предзаказ там в течение там не знаю семьи восьми месяцев осуществляется поэтому многие вынуждены брать и классики еще какие-то машины как он интерстейт или как он там интернешнл и так далее как мне кажется все-таки предлайнер наиболее лучшая модель для использования но опять же это не из-за того что я его себе взял из-за того что вроде практика показывает что на так стопах большей своей части вот фрид лайнер фрид лайнер едет всегда едут в основном фрид лайнеры все работают на фрид лайнерах но сейчас какая-то тоже тенденция появления кенвордов но это американцы они любят экономика экономика херачит вот в чикаго это всегда видно что просто траковая столица огромное количество траков все куда-то спешат все везут грузы все перевозят а это что правильно все зарабатывают деньги плюс приносят деньги плюс приносит еду и кучу 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 всего того что принципе наверно на траках вообще в принципе все переводе абсолютно машина горит ребят прям загорелась офигеть все это сейчас точно на вся сгорит хорошо люди все вышли сейчас поедут на место пожарные причем недавно был дождь может быть бы он помог этой машине но сейчас к сожалению он закончился они на пробку которая скопилась здесь просто люди стоят и просто шоке уже все водители вышли гуляют люди поехали сейчас на объезд здесь уже стали видите здесь перекрыли и уже стали всех пускать на объезд потому что ситуация критическая сейчас ехал и вот сейчас сколько еду где-то 66 миль уже наверно минут как там не знаю 20 нету 30 минут может быть 10 и вся эта пробка идет то есть это просто невероятная на еле или катится здесь а в том участке в начале люди просто выходили с машин гуляют честно не хотел бы я сейчас такой постоять посмотреть она бесконечная так много сил тратится на это потому что когда ты в пробке ты не можешь наматывать свои мили а у тебя расходуется твое время просто потом его надо будет как-то нагонять тебе в любом случае надо доехать короче этого ощущения ничего хорошего в этом нету и апдейт я позвонил с диспетчером согласовал всю историю и принципе напрягаться мне никуда не надо мне надо просто ехать и в принципе 791 миля мне остается до до доставки и собственно говоря я что могу сделать могу проехать сегодня 90 миль и собственно горят ли лечь спать но я этого делать не буду я проеду больше конечно для того чтобы завтра на лайте проехать и соответственно доехать и уже в четверг с утра сделать delivery потому что заказа пока нет спешить некуда все успеваем как говорит мой дед тише едешь дальше будешь никогда не понимал этого выражения всегда бесился ехал быстро вот но сейчас с возрастом начиная уже понимать значение этих слов короче есть проблема слышу у меня что-то начало шипеть давление сейчас остановился и слышу что здесь идет какой-то пропуск я уже тут нашел всю утечку короче дует я сегодня пытался сдвигать там но что-то игрался с колесами сдвигал раздвигал и так далее и видимо какая-то фигня там слетела и темблер как тумблер или как-то в общем переключатель положения пинов которые вытыкаются и втыкаются она там сверху слетела вот что произошло в общем вот эта верхняя крышка вот это вот верхняя т-образная такая вот она она вылетает она прям еле держится я ее сейчас надел вот вот она вот у нее вот такой вот сейчас я придумал у меня есть стяжки я вот так вот возьму и аккуратненько стяжками примотаю чтобы было насильно ну а потом надо будет разбираться конечно этот деталь пофиксить но сейчас я думаю все нормально будет что утечка была сильная сейчас вот это вот с переходом этого все будет нормально сейчас заменим части ну что друзья порешал я очень быстро накинув два саморезе кого этих стяжечки вот здесь вот видите раз латом все стену в принципе давление нормально ничего не уходит и уходит все в порядке так что сейчас быстро пойду помоюсь еще мне 200 мин надо проехать отправляемся и и и и и и с утра проснулся сразу сделал доставку у меня пустой трейлер и 50 миль я проехал до пикапа до следующего лоуда и пикап у меня не вот этот пикап а пикапить я буду вот этот трейлер вот такой вот какой-то сама бы самоходную точнее не самоходную какой-то трейлер который выполняет какую-то функцию не знаю ставить его будут сюда чувак поехал сейчас за и вот и а и и и и Продолжение следует...